Всем привет! Я уже больше недели нахожусь в городе Кркутыли. И что можно сказать об этом городе? Это город с населением примерно 20 тысяч человек, и его особенностью, на мой взгляд, является множество зеленых растений. И плюс в том, что эти растения чаще всего с какими-то ягодами или фруктами. Как, например, здесь за моей спиной произрастает дерево, на котором растут сливы. Сливы вида алыча. Такие и другие деревья произрастают просто в улице, и плоды с них можно срывать любому прохожему. Давайте же сорвем и попробуем, какая на вкус алыча. Что можно сказать об этой ягоде? То, что у нее такой хороший вкус сливы, которую мы привыкли есть в России. И она сладкая, чувствуется, что эта ягода спела и очень вкусная. Особенно вкуснее всего ее есть, конечно же, с дерева, не покупая в магазине. Ну что, давайте же пройдемся еще по улице и посмотрим, какие растения еще произрастают в этом городе. Музыка. 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 Как мы можем видеть, на этом дереве плоды еще не совсем спелые. Возможно, это связано с тем, что на него мало попадает солнце, и поэтому они еще не доспели. Но это также и плюс, так как когда пройдет спелость плодов, которые мы уже пробовали, на этом дереве они как раз еще поспеют, и мы их сможем попробовать. Ну а мы двигаемся дальше, чтобы посмотреть еще растения в этом городе. Субтитры создавал DimaTorzok Также еще один вид ягод, который произрастает в этом городе, это вишня. Мы можем увидеть за моей спиной множество плодов вишни. Субтитры создавал DimaTorzok По сути своей, никому она не нужна. Ну и на вкус это как хорошая, вкусная, сладкая, спелая вишня. Давайте же пройдем дальше, к следующим фруктам. Огромное количество деревьев просто усыпано спелыми плодами. И все это произрастает просто в городе. А слева от нас есть еще одно дерево с произрастающим на нем плодами. Плоды довольно крупные и чем-то они очень сильно напоминают сливу. Только здесь мы можем видеть, что плоды намного крупнее, чем обычная слива, которая растет в огороде. Но спелых плодов здесь еще мало, так что к ней мы вернемся как-нибудь потом. А прямо через дорогу мы можем увидеть дерево, на котором растут абрикосы. Кто бы мог подумать, этот продукт продается в России по нормальным суммам. А здесь он просто растет на улице. И мы сейчас сорвем его и попробуем так, как плоды выглядят довольно спелыми. Да, плод вкусный, сладкий, а самое главное спелый. И он просто растет на улице, его можно сорвать с дерева. И он просто растет на улице. А здесь, кстати говоря, произрастают гранаты. Мы уже видим, что есть несколько завязавшихся плодов. Но в основном своем этот куст усыпан множеством цветов, которые позже станут тоже плодами. Также можно увидеть во всем городе большое количество винограда. Сейчас он не спелый, соспеет он, скорее всего, ближе к осени. Так что нам остается лишь ждать и наблюдать за тем, как он набирает свой цвет и свою красоту. А это пока что еще не спелые плоды абрикосового дерева. И по сути своей, идя по улице, можно постоянно натыкаться на разнообразные виды растений, на которых растут разнообразные плоды, которые бывают и спелые, и пока что еще не спелые. Также в городе можно увидеть такие вот красивые цветы, которые также растут просто на обочине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо всем известных ягод или фруктов, мы также увидели и неизвестный для нас вид фрукта. Это какой-то небольшой фрукт, он очень жесткий, скорее всего, он еще не спелый. Прожать пальцами даже невозможно его плод. Скорее всего, он еще не спелый, поэтому пробовать мы его пока что не будем. КОНЕЦ А на этом кусте произрастает уже известная нам шелковица, или же по-другому ее называют тутовник. Ну а мы постепенно двигаемся дальше. На улицах города время от времени встречается вот такая сельхозтехника. И поэтому этот город напоминает больше не городишко с населением 20 тысяч человек, а поселок городского типа. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пройдя по улице мы можем увидеть виноград, кажется другого сорта, так как можно увидеть, что у него плоды более вытянуты, нежели у того, который мы видели до этого. И этот виноград разросся аж в целую стену и даже захватил часть куста следующего растения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть пройдя далее, мы увидели, сливовое дерево, просто усыпанное плодами. Но это дерево находится за ограждением. Судя по всему, это частная территория, поэтому трогать плоды с этого дерева мы не будем, так как можем найти и просто в городе. И мы несколько раз уже замечали, что виноград даже растет у некоторых людей на балконе. Мы можем видеть толстую тянущуюся лозу от земли к балкону, и на балконе произрастает виноград с множеством плодов. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и закончим мы это видео у этого усыпанного плодами дерева. В дальнейшем у нас на канале выйдут еще видео об этом городе, а именно о городе Коркатели и о Турции в целом. И если вам хочется расширять свой кругозор и узнавать что-то новое, подписывайтесь на наш канал, также ставьте лайки или дизлайки, если вам нравится или, соответственно, не нравится видео. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч!